Ичкерия поублавила немножко аппетиты но не приостановила в крыму еще будет бойни украина еще схлестнется с россией на непримиримых пока русизм существует он никогда не откажется от своих амбиции вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят поднять как и в прежние времена опять украину белоруссию окрепнуть и там далее теперь с россией никто и в союзе военным не только военным и в экономическом и в политическом и даже в торговом отношении никто не хочет быть хорошо изучили сколько можно россия по сути дела рэкетер вот она угрозами танками армадами выбивает себе деньги вот теперь грозится дать ядерную технологию рану если не значит цивилизованный мир не хочет этого то давай мне деньги на восполнение этой прибыли вот рэкет рэкет обыкновенный рэкет зачем надо было ради этих планов разваливать такую мощную армию эта армия была единственным сдерживающим фактором авантюристов от политики преступную группировку нынешних политического руководства прорвавшись к власти эта армия могла поставить любое время в строй любую политическую группировку а теперь когда этого фактора нет их задача была сломать эту армию советскую сделать свою угодную для нынешнего режима и делать то что она сегодня делает и с этой армии и со своими необознанными аппетитами и в надежде что реалистическое устрашение бывшего советского союза его военной мощи сработает и дальше не сработает для того чтобы такая машина сработала надо иметь идею государства легитимные идеологию политику внутреннюю внешнюю признаваемую мотивы стимул вот тогда сработает а сейчас не сработать никакие угрозы с пеной у рта кровавой пеной российского нынешнего режима и будущих режимов ничего не изменится и Продолжение следует...